СПБГУ Охладная тишина воскресного утра на проспекте Сизова была разрушена голосами игроков студенческой футбольной линии. Раньше всех проснуться пришлось Союзу из Горного и их соперникам из СПБГУ, команде с ЖСОМ и часом позже с Верлечки. Но даже двойной силой СПБГУшникам не удалось остановить Горняков. ЖСОМ уже на первой минуте приобрели статус отстающих и никак не могли его изменить. Стремительно развивающиеся атаки Союза еще 9 раз увенчались успехом. В то время как менеджеры из СПБГУ смогли достойно ответить лишь дважды. Но несмотря на пропущенные голы, брата ДжессОМа показал уверенную игру, чего к сожалению не скажешь о защитниках. И спорить с этим никто не стал. Мы просто были сегодня слабее, поэтому они и выиграли. Удачи ребятам. Как оцениться соперника своего? Ну конечно парни были сегодня лучше и объективны, поэтому же мы и проиграли. Ну не скажу, что намного они были сильнее по одиночке, но просто командная игра намного лучше у них была. Много пасов у нас этого не было. У нас забросы вперед и борьба, а по сути комбинаций никаких пока что нет. Придется временем. Второй матч Союза начался с пропущенного мяча в свои ворота, что немного деморализовало команду. Для того, чтобы сравнять счет, понадобилось 16 минут. Звездочки очень хотели снова выйти вперед и показать свой класс, но индивидуальная игра, увы, не приводила к командному голу. В том, что просто не играем в пас, не держим мяч, ребята может немножко надражируют, и каждый старается собрать игру на себя, а в итоге получается просто теряемое ровное место. А вот у Союза получилось выйти вперед после добивания, а ближе к концу Андрей Кабанов еще и увеличил преимущество. Радость парней из Горного подкреплялась активной поддержкой болельщиков. А вот Звездочки пока что в поисках игры и фанатов. Честно, даже пока о болельщицах не задумываю, нас начали игру свою на лайте, а потом уже позовем о болельщицах. Союз под бурные аплодисменты с хорошим настроением завершили игровой день, подняв командный дух минимум на неделю. Ну, я могу сказать, что мы сегодня, да, выиграли две игры. Эти игры были, ну, вторая игра очень трудная была нам дала, победу очень трудно. В чем слаженность команды, мне кажется, то, что помогали друг другу, то, что играли каждый по зонам. Вратарь сегодня тоже хорошо сыграл, так что, ну, просто сегодня день наш удачный прошел. После обеда на проспекте Сизова в борьбу вступили команды группы А. Сначала Фасоль обыграла Лудинг, а затем сыграла в ничью с АФК-122. Результаты на ваших экранах. В третьем матче между собой играли соперники Фасоли, АФК и Лудинг. С самого начала Лудинг стал отставать, пропустив два мяча, но в концовке первого тайма им удалось отыграться, а к середине второго и вовсе сравнять счет благодаря курьезному рикошету от Руслана Исмайлова. Это вызвало бурную реакцию у Лудинга. Дальше каждая команда пыталась забить, но мяч никак не хотел лететь в ворота, а если и получалось доставить круглые цели, то вратари были на высоте. Как итог, ничья 2-2, ставшая второй для АФК за этот день. Наверное, ребятам просто не хватилось. Вторая игра подряд, за два часа сыграли две игры, то есть получается в сумме 120 минут и всего одна замена. А так, всем остальным довольны. Сил не хватило на концовку. Следующая игра между СПБГТО и Хостел Юнайтед началась с опоздания экономистов, задержавшихся на кубке первокрошников СПБГУ и чуть не хлопотавшего технария. Благо, они успели в последнюю секунду забежать на поле. Кто же мог знать, чем это обернется? С самого старта было понятно, что у Хостел Юнайтед совсем не осталось сил, хотя они мужественно продержались первые 5 минут. И даже смогли сравнять счет почти сразу после гола от парней с торгового университета. Но это было только начало. Далее голы в ворота Хостелов полетели один за другим. Перерывы счет был ужасающим. 6-1. Игроки Юнайтед начали ругаться между собой, что явно не пошло им на пользу. В итоге они дружно пропустили еще 5 мячей. Хотя и сами смогли дважды забить. Ну, не знаю. Били. Кратарный у них не очень хороший был. Использовали их шипы. Залетало все, что били, все залетело. Вот так прошел игровой день в группах А и Е на проспекте Сизоу. Денис Чеканов специально для студенческой футбольной игры.